Кольцевой маршрут, трофе экспедиции, метель 2011, перевала Алтая для сибирских экстремалов стал особенным. 15 машин в каждой по два человека. Ребята из Красноярска, Новосибирска, Томска, в экспедиции были даже женщины. Испытали сразу несколько препятствий. Первая погода. Сегодня с утра у нас минус 37. Начинаем, ну, наверное, медленно подниматься к Гузуну. Надеюсь, все-таки мы туда поднимемся. Ну, в дорогах начинается все интереснее и интереснее. Рекордное понижение температуры до 53 градусов две ночи подряд. Время, когда экстремалы могли немного поспать и подремонтировать транспорт. Купил теплопушку. Вот отъехали от Токарей километров 30. И на льду речки Бугузун. Сейчас будем вытаскивать два моста. Из этого ганчибаса под названием «Паровозик». Маршрут лежал через перевал Бугузун. Здесь нет зимника. При таких морозах машины неоднократно проваливались под лед. То есть это грозило тем, что сразу шло обмерзание и тормозных дисков, барабанов, амортизаторов. Машина издавала при этом какие-то страшные лязгающие звуки. Впечатление было такое, что она развалилась пополам. Экипажи шли медленно. Откапывали, стащили друг друга, но шли. Ломались и снова шли. Не дошли до сложного участка несколько километров. Подняться на Бугузин и вернуться в Новосибирск через Тыву не получилось. В итоге у нас было порвано пять машин. И принято решение о возврате экспедиции, так как дальше у нас оставалось нормальных машин. В хорошем боевом состоянии тоже пять штук. И дальше порвать их и назад возвращение было бы более сложным. Маршрут не пройден, не беда. Главное все целы. И это благодаря командному духу. За восемь дней пройти сложный маршрут в суровых условиях оказалось непросто. Зимние перевалы Алтая с сибирским экстремалом возможно покорятся на следующий год. А пока есть время отремонтировать технику к очередной экспедиции. 18 июля клуб «Оффроудмастер» на целый месяц отправляется в Монголию по новому, но не менее сложному маршруту. Татьяна Снегирева, Кирилл Маскинов, Вести Томск.